Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречаюсь с мужчиной уже долгое время. Есть общий ребенок и разошлись из-за того, что наделали глупости. У нас есть дневные чувства, я тянусь к нему, он тянется, но мало. Не живем еще за второй год. Я хочу быть с ним, но он постоянно сомневается во мне и в наших отношениях. Я хочу уйти, но он и не держит, и не отпускает, и не знаю, как поступить. У него в жизни точно так же, как и в наших отношениях. С озором проблемы, в финансах проблемы, и в наших отношениях тоже проблемы. Он заботился, все время сомневается, не может принять решение по поводу нас. Хочу принять решение с ним вместе, но он даже не пытается. Что мне делать? Спрашивает она них. Ну, смотрите, ситуация, которую вы описываете, на мой взгляд, является такой, я бы сказал, красноречивым подтверждением того, что вы в себе не уверены. Является красноречивым подпустением и доказательством того, что вы находитесь в зависимых отношениях сейчас. То есть, вы полностью зависите от человека. Ну, с которым, я подумаю, сейчас находитесь в отношениях. И по сути, по сути, прямым текстом просите, чтобы мужчина принял решение за за вас обоих. По сути. Вот, на мой взгляд, это и является основной как бы проблемой, что ли. То есть, как будто бы лично вас в отношениях не существует. Вот. Вы говорите, я хочу принять решение вместе с ним. И это хорошо. Но сначала вам нужно принять решение самой. Для себя. понимаете? И решение самой для себя донести до человека, например, уже после чего вырабатывать какой-то компромисс. А решение вашего собственного у вас нет. Вы посмотрите на то, что вы вот как бы говорите. Да? вы описываете ситуацию, при которой вы говорите, он меня не держит. Да? Я хочу уйти, но он меня не держит и не отпускает. То есть, свое желание уйти вы здесь не ставите на первое место. И по большому счету получается сейчас так, что говоря о том, что хотите принять общее решение, ну, совместное решение, да, вот, вы говорите о том, что хотите, чтобы он принял решение. Вот. И вот с поведенческой, скажем так, точки зрения, ситуация выглядит так, что вы тяготеете к человеку, который ну, вот, не знает, чего хочет. А вы ждете от решения, вы ждете решения от человека, который не знает, чего хочет. Понимаете, да? То есть вы не просто вот как бы переключаете ответственность на другого за свою жизнь и даете ему излишнюю власть над своей жизнью. Вот. Но вы делаете это с тем, кто в принципе этого не может. Неуверенный, сомневающийся в себе, мнительный, тревожный человек. Понимаете, да? Какая, какая здесь интересная вещь получается. И волей-неволей, волей-неволей, как-то хочется, хочется у вас спросить. Тогда. Ну а если вы ждете чего-то именно от того, кто вам не может этого дать и вы находитесь столько времени в отношениях с человеком, который ведет себя определенным образом, то не к этому ли состоянию, состоянию в какой-то степени неопределенности, состоянию в какой-то степени некоторой вот такой неуверенности в себе вы стремитесь. Может быть, просто все дело в том, что с точки зрения поведения вы боитесь принимать решения. А с точки зрения своих переживаний вы не привыкли слушать и замечать то, что с вами происходит. То есть вот вы привыкли как-то полагаться на других людей, да, привыкли как-то опираться на что-то во-вне, скажем так. Вот. Но это, по сути, вам дает, к сожалению, только лишь вот зависимость. Зависимость и соответственно постоянную, я бы сказал, фрустрацию. и соответственно вопрос, который здесь на мой взгляд нужно решать, заключается не в том, что вам делать, а вопрос сейчас в том, чтобы вам разбираться в себе. То есть это вопрос на психотерапию. Да, можно это делать с с вашим мужчиной. Это можно делать с вашим мужчиной. То есть вы можете вместе, вот, обратившись, допустим, за парной консультацией, да, ну, семейной, семейной консультацией называется, вот, вы можете начать решать проблему вместе с мужчиной, если он считает это проблемой, вот. Или самой начать как-то, как-то вот, ну, взаимодействовать, да, самой начать работать, ну, в этом, в этом, в этом, контексте, вот, в этом, в этом аспекте, вот. Это то, что необходимо в данном случае делать. Следующее, на что хочется обратить ваше, ваше внимание, заключается в том, что вы говорите, наделали глупости. Вот, знаете, когда я, когда я, вот, слышу, как люди говорят, что, вот, ну, что наделали, наделали они глупости, да, когда я слышу, мне всегда в этот момент достаточно остро чувствуют, как человек обесценивает себя, мне всегда ощущается, как человек игнорирует то, что, ну, как бы, то, что ему важно, ведь, когда вы совершали эти самые, ну, вот, как вы говорите, глупости, да, когда вы, когда вы, ну, когда вы делали, когда вы делали вот эти самые глупости, вот, вы же в этот момент, в этот момент, чего-то хотели, вы же в этот момент, чего-то желали, вам же в этот момент, что-то было важно, вот, и необходимо понять, что было важно, необходимо понять, к чему вы стремились, в этом контексте, чего вы хотели, в этом, в этом контексте, понимаете, вот, такая, ну, позиция, что вот, то, что, я делала, или то, что делал мой партнер, это глупость, она игнорирует опыт, игнорирует, ну, как бы, личность вашу, к сожалению, вот, что, мягко говоря, конструктивной историей, не является, от слова совсем, вот, понимаете, да? Следующий важный момент, как бы, из-за чего-то, вы с человеком расстались, ну, то есть, я имею ввиду, вот, со своим мужчиной, да, вы расстались, вы говорите, вот, как бы, год, да, вместе вы не живете, вот, а, можно ли, сказать, что у вас есть системная проблема? Можно. Можно ли сказать, что вы, как-то, вот, ну, скажем так, выносите, склад в данную проблематику, скажем так? Можно ли так сказать? Да, можно. То есть, вы-то описываете, а, ситуацию, при которой, условно говоря, у вас, получается, мужчина, как бы, во всем виноват, а вы жертва, то есть, здесь у нас получается, треугольник, карпмана. Важно, на это, обратить, внимание. Важно, обратить внимание на то, что вы, сейчас, находитесь, в, треугольнике, карпмана, в позиции жертва, то есть, в позиции человека, который, не, несет ответственности за себя. Вот. И, судя, вот, а, судя по, ну, судя по тому, что вы описываете, я бы, вот, допустил бы, я бы допустил бы, что, вам, эта позиция, как в какой-то степени, степени, выгодна чем-то. Поймите, пожалуйста, правильно, то, что, я, сейчас, хочу сказать. Я не говорю, что, вы кого-то, обманываете, я не говорю, что вы, обманываете нас, что вы, обманываете, своего мужчину, но вы, обманываете сами себя, вы, вроде бы, текатитесь от чего-то, но в то же время, вы, если я прав, и вы, боитесь, как бы, принять решение, боитесь ошибки, боитесь, вот, личной ответственности, так скажем, уровень, то, вы будете находиться в этой ситуации. Вы будете, находиться в этой позиции. Снова и снова и снова. И мужчина вам будет, соответственно нравится, вот такой мужчина вам будет нравится, который не очень уверен в себе, который сомневается в себе, который не совсем знает, например, что он хочет, который пытается опереться на вас, а вы пытаетесь опереться на него, и в итоге это такая вот невротическая модель отношений, когда каждый пытается в отношениях решить какую-то свою проблему. Это не значит, что нельзя просить помощи у своего партнера. Нет. Это скорее вот в данном случае история больше про то, как я себя веду в отношениях, чего я хочу, например, и так далее. Вот про что эта история. И соответственно, на мой взгляд, вот в этом аспекте вам и нужно, как мне кажется, работать. Вот. Ну, в смысле он психологом, да? Вот. То есть, таким образом можно сказать, что то, что вы описываете, ну, та вот, скажем, проблематика, да, которую вы описываете, является достаточно серьезным запросом на психотерапию, достаточно серьезным запросом на работу над собой, скажем так. Только я не знаю, хотите ли вы, хотите вы этого или нет. Потому что вы говорите, что делать? Что делать, чтобы что? Да? То есть, вот, это первый вопрос, что делать, чтобы что? Если гармонизировать отношения с вашим мужчиной, например, или, в принципе, гармонизировать отношения с мужчинами, чтобы выстраивать такие отношения, каких-то, которых, ну, вы, например, считаете себя достойными, да? Вот. Это одно. Разобраться в свет руку. Пережить, как бы, расставание, да? То есть, если вы, вот, ну, примите решение уйти от человека. Это треть. И все это отдельные векторы, как бы, ну, психотерапии, психотерапевтические. Вот. Поэтому, что делать? Решать исключительно вам. Как действовать? Решать исключительно вам. Вот. Вот. А если вы не знаете, какую проблему, например, вы хотите решать, то в этом случае я бы сказал, что, опять же, можно на терапевтической сессии, да, вот, поговорить вам, например, и, вот, собственно, понять, что вам, что вам нужно, какую проблему вы хотите решать в этом случае. Вот. Понимаете, да? Вот. Вот. Я бы ответил вам таким образом сначала. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.